так ведь игра у нас начинается сегодняшнего вечера вы готовы я готов у нас студии новый гость игрок из команды которая только что играла валидол гейминг нам устроила саша стронг вот так я проверяем лаба бла и мы начинаем игру так но пока загружается я хотел поблагодарить нашего спонсора компании мотив благодаря которой все это мы смогли организовать которая обеспечила приз за первое место 10 тысяч рублей 2 3 плюшки так ну и удачи вам в комментировании я пожалуй посмотрю ее ну и оставляю вас вдвоем хорошо если что вырвайся тут хорошо удачи удачи так последняя на сегодня на сегодняшний день игра играет хф против 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 с кем же не играет так сейчас секундочку узнать один игрок покажется все еще не загрузился ждем его и начинаем все загрузился сейчас будет начало играет команды hellfire против коричневая нефть коричневая нефть нормальное название у парней так первый дефолтный бан вайда в ответ отвечает таким же распространенным банам крабы пока что все без каких-то да вот мы ждем точно да да надеюсь я тоже слышал в том что поставил что тебе да да все поставил но как эти ощущения после предыдущей игры как думаешь х х х х х х х х и лиц уже объяснил я не хочу это все в массы только не раз что ты выиграл ну да я знал что мы играем чем он просто нет не ну как бы мы сначала там питопырян были мы искали просто шипов мы нашли собственно там такой байт реально не читаем он был видел ну вот постоянно драку считаем пай но это как мы как то давно в инфае байтери там что то то же на это потом короче никого на кассе нет минут три пьеса в такой пошел на хэгэ там что то убить по факту тавару тип такого учетом опекан там профитка все они любят профитку так как то я тоже вайпер замечая очень такую тенденцию больше когда я приезжал в курган мы играли что там все почему-то очень вообще любят при любят вайпер он как бы типа силен но мне кажется на фестбан а ты смотри что то это да роботека пошла панда пивная пока ничего не понятно ну все герои в принципе сильные так что видимо есть какой то инвокер все таки давно не забирали так на пунктах да согласен чем еще не могу времени то я пойду на на пунктах ну давай пока пикат это все у меня мозги разрядились нужно что послушать сейчас так 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 вот и Так, ребята пока думают Короче, я пока оффну стрим Короче, я пока оффну стрим Против панды он И всех, кому они наберут позже, он тоже не понял Вот сейчас начнется самое интересное Вторая стадия пиков Так, просят сделать потише Сейчас Ники забавный у ребят Пил, пил, выпьем за любовь, родная Мертвый зайка Все так мняшно и мило Посмотрим, что они покажут нам в игре Если я ничего не путаю Если я ничего не путаю То, по-моему, команда Hellfire Это команда из Бывшего микса Точнее Микс из бывших команд Гоучоинфайв И вроде бы, если я ничего не путаю Просто Ники мне как-то вообще не знакомы Но вроде кто-то мне говорит Надо будет у Саши сейчас спросить Он вернется Так, Огрмак Такой жирный мили-пати Собирается у ребят с Hellfire Инвокер здесь может даже задуматься О классе X Все-таки мана зависимы от ребят У команды Hellfire Посмотрим, что он все-таки задуман Так, ну, время дополнительное есть У тех и у тех Они могут Вот сейчас Такой Скорее всего Ключевой пик Потому что Сейчас они до конца Возможно Вот этим пиком Работают Дазл Ну, такие герои Которые В принципе Два саппорта Которые не очень круто Ромят Не имеют станов Ну Рискованный шаг Посмотрим Все-таки Мне кажется Что нужно было Хотя бы одного саппорта Взять Который Что-то ауешит Под Тейтхантера Например Санкинг Который крут был В связке С Со Скаймагом Точно и в таком духе Ну Дазл Под Дазл Вот Ну, в общем Ребятам Сталфайр Я думаю Надо завязывать С милишника Нужно взять Все-таки Уже Каких-то Ринджей Сейчас мой Эксперт Александр Придет Расскажем Нет Они все-таки Продолжают Смели пать Окей Радиент Тейн Да Вот Operation Тоже был Вообще Крут С Алло Александр Да Мне кажется Что у Hellfire Много милишников Милишников Много Но Смысл В чем Я так посмотрел На пике Издалека Когда заходил Кому Им просто Драться проще Милишников Да не Конечно У них Майты Есть Я к тому Что Там Нужен Что-то Постоянно Контроль Где Мне Оказаться Встанет Выбрать Позицию И прочее Здесь Жирные Пацаны Которые Бегут Убивают В принципе Ребята Удивляют Да Вообще Удивляют Давайте Сейчас Еще Милишника В Райскинга И Вперед Я Просто Пойду Мощи Задаю Мощи Думаешь Да Нужно Задавить Ну да Ну как Ты думаешь Что Скаймака Даззл Предъявят Таким Мужикам Ну это Примерно Как у нас Никс Предъявлял Таким Мужикам Пока Немного Офтопа Пока Еще Пик не Закончился По какому Поводу У вас Вообще Был Взят Никс А потому Что Не знали Что Пикать Я Возьму Никса Сказал Даня И взял Я понял Так Но он думал Что Монопол Маленький Кентавра И Ну да Он не Замесил Безполезным Но Мне почему Показало Что Никс Безполезным Замесил Я Почему Сразу Отметил Что Неудачно Но Сослался Все Таким То Что У вас Еще Не Не Было Времени Ну Да Так И Получилось Так Ну Что Покажут Ребята Так Что Александр Я Представлю Команду Radiant X5 А Ну Это Xplay Играет На пивной Панде На Бремастере Дизморалер Играет На Кентаврия Надеюсь В жизни Он Такой Фраг Играет На Веномансере У Мефи Играет На Фантом Ассасин Лайн Слот Играет На Нурмани Так Ты Веселые Ники У Ты еще Свои Команды Которые Ты сейчас Представишь Я к тому И говорю Что у меня Тут Просто Полный Набор Товарищ На Тайт Хантере Очень Резво Бежит Вперед Который С ником Волшебство Тут просто Без комментариев Нойер Играет На Дазли Дэдзайка Играет На Скай Маги Выпьем За любовь Инвокер И Пив Пив На Стартаре Ну Что Саня Это Та Команда Хэлфайр Которая Микс Гоучо И Инфайт Или нет Или это Не они Это Ну Я не знаю Но по-моему Тех Называется Что-то Подобное Хэлс Сторм Что-то Какая Сторм Думаю Что-то Мы Судя по Пикам Компания Потому Что Сажен На Пике Немножко Так Сейчас Можете Сделать Потише Еще Ну Скажи Что-нибудь Алло Надеюсь Нормально Так Как я Понял Будут Пытаться Принять Один Вода Хорошо Подбочить Наверное Хотя Его Заберут Если Конечно Подобнее Да Ну По итогу Инвокера Это Все Прекрасно Видел Видишь Конечно Слишком Много Потратили Ресурсов На то Чтобы Ганг Инвокера При том Что Непонятно Было Было Да Я Просто Ресурсов Слишком Много Трачено А я Что-то Не понял А кто У них На мид Идет Почему Они все Идут Вниз Ну Я не понимаю Это Видимо Может Начинающие Ребята Может Мне кажется Что Нужно Убивать Видимо Как-то Так Потому Что Других Объяснений От того Что Панда Не Отстался В Ребята Устроили Смог Ганг Пятером Сначала Он Провалился И пивная Панда На первом Левле Решил Что Нет Время Объяснять Нужно Убивать Себет Ну Да Как Это Так Ладно Нужно 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 Я Конечно Нейтрально Сейчас Скажу Точнее Скажу Не Нейтрально Я Сам Нейтрально По поводу Игры Мне кажется Почему То Что Команда Все Таки Дарта Посильнее Ну Судя По Первым Молам В общем Непонятно Что Как Бы Даже По Крепстатам Уже Видно То Что В принципе В два раза На таком Да Так Реген Режет На Топе Но Пока Никому Не Нужно Ну И Даже Не знаю Чья Трепплапа Сильнее Это Будет Тебе Кажется Какая Трепплательная Я Все Таки Думаю Что У Дарта Сплатильная Может Таки Два Мили Ой Два Рынжа То То По Каратик Как Атаковая Там Нинюх Ничего Нинюх Нинюх Как бы Да Ну Не такой Шлабый Герои Нинешнего Баланса Но Не верю Я Что Это Выглядит Я На самом Два Я Сначала Парни Про Который Сильный Ну Я Счет Набираю 4 Мили Как Я Играл Не Ну Там Играют 4 Мили Но Это Очень Редко И Там Пики Не Такие Немножко Как И Здесь я так понимаю весь экшен будет на триплее ну видишь они просто похарасят тут скаймага и ммс вот скаймаг сейчас ошибся мог замедлить там был бы минус скаймаг ошибается просто скаймаг сразу дал бы если бы то был бы изи ну там просто ну короче помогал скаймаг просто не по часу ну либо они договорились просто ну а там чё договорились в общем что-то там кнопку нажал скилл показал ну прям так то вот панда в миде подровнялся по грипп стату уже с топориком конечно ну да конечно точка то у него получше с топориком даже с какой то у него третий векс ой класс третий экзорт это у него получается 80 то у этого с топориком тоже будет но всё-таки милишная атака милишная конечно лучше атака тем более у него красота не самого штучка ну и самая худшая оп клипчик на смотреть в триплу я думаю там вряд ли ребята кто его убьют тайтхантер просто сапогом сейчас идут арканы ну я думаю все-таки тайтхантер посильнее будет ну да посильнее да да мордка очень тяжелая варды тоже смотри они поставили два варда себе в одно место не сказать что не сказать что это такая большая ошибка но если учитывать то что все таки у них триплаф в харде побольше виженый блок я думаю что ничего страшного в этом все это нет тем более саппорта всегда в принципе их видно и не так что то у меня не получается потише тебя сделать не понимаю в чем соль ну-ка покричем сай алё-алё еще алё-алё ну не знаю может быть так как-то делать на супер минимум плавил так ты чё думаешь какие планы то у ребят вообще на игру как что вот как бы ты играл бы пиком допустим ранее а а ой 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 нет отпился отпился надо наверное его продамажило походу судя по раскачке волкера он хочет играть через юл потому что редко так не всегда просто есть аккуратные ребята которые хотят иметь там ну да либо и в общем инвизи тоже но все таки не знаю не часто я видел что те кто хотел фаржей вот именно уже так быстро брались и вес ну а так по факту здесь как такового в принципе пушат а нет так что да все наносим файтер ну все таки я думаю как мне кажется селедка именно пораньше станет полезной чем в артрайме даже если у него фарм нахуй и если он нахуй то я думаю с лордаром раньше как на карте Ну да, и еще учитывать можно то, что у него крипов скидки в два раза больше. Я говорю, да, не звучит, что у него все скрипает. А, я просто, просто жерминаю. Сейчас у него будет блин, наверное, какой-нибудь быстрый. Не понимаю, почему Виномансер ушел. Видимо, показалось ребятам, что они не смогут фармить так и так. Да, Марта рассказал, я помню. Хороший стан, оба. Сейчас еще. Ой-ой-ой, что это такое? А там сейф тп просто. Ну давай реймить на фестблат. Точнее, это не сейф тп, это атак тп. Вот. Ой-ой-ой. Я вот знаю, что как-то комментировать тяжело, я не понимаю просто ситуацию. Вот, честно. Я не понимаю, что делает рейтинг. Да, они очень слезут, потому что Мортеров не хватает риск. Можно стоять на расстоянии у дротика и у армии. Ну да, и саппортов отправить там роум, типа там инвокеры. И все-таки, мне кажется, еще ошибка была в том, что, наверное, панде, лицо, что их прям вести тп-шку пораньше. Вот панда, да, сейчас. Единственное, по сути, единственное, что сейчас может им выиграть. Хотя бы стадию игры какой-то. Не то что играл, потому что... Я не думаю, что у них есть шансы. Хотя, в принципе, пять же ульт кентавра, а эти милишники, они вроде бы побегут, будут там что-то бить. Но, думаю, все-таки их по итогу расходят. Там пару форсов купил и... Что такое, что за фон? Это я-то что-то делаю. Что-то плохое делаешь. Разрешите автоматическую настройку. Ну-ка, нормально слышно, нет? Слышно, тебя громко стало, но фон повелся. Ладно, окей. А вот так? Да, у тебя нормально изначально было, не знаю, что ты пытался его настроить. Да мне сказали, что меня тихо слышно. А, тихо слышно. Ну... Я даже не знаю, что тебе посоветовать. Сейчас. Ну, попробуй прибавить, там, выровняем, чтобы минимум шума было и больше голоса. Так, расскажи мне, как... Я вообще с этим скайпом. Как тебя сделать потише? Вы где, в скайпе? Да. Ты знаешь, я тоже не дружу. Нам бы вообще на автоисе сидеть. А хотя нет, то есть там приживут. Ну, вот тут, как, без шансов. И панда один. Ну, в чем тут? В лучшем случае забираем. В общем, непонятно мне. Нет, ну, Дазла дальше тоже забрать. Ну, еще потом дай бог, дай бог уйти. Так, Дазла еще не забирай. Ой, ой. Ну, тут что-то как-то... Ну, уль Кентавра, вот опять же. Ну, панда сделал все это дело. Ну, это все хорошо, но просто... Тем временем инвокер фармит. Слардар, в принципе, тоже... Слушай, я, короче, ну, прав, инвокер рашит. Тот самый Юл. Ну, да, ну, тупо читаемый. Тем более тебе, тебе ли не знать. Это я там не знаю, что вы там на этих ногер. А я там на нем плотно. Я играю, покупаю просто все, что вижу там. Открыл барабан. Погнали барабан там. Даггер. Даггера. Да. Я вообще долго не думаю. Ну, инвокер... Слушай, вот... Крепстан, ну, они строяли триплан ТПУ. Просто хочется отметить, что по истечении 10 минут топовый крипстат 44, а второе место 36. Это, по сути, там вообще маловато. Ну, маловато, но... Это триплана ТПУ, то есть. Такой крипстат. Мартра 20 крипов еще ничего. Да. Вот инвокера. И, конечно же, просветки никто не имеет. Я думаю, они не ожидали, что у него все-таки есть Викса. Потому что все-таки... Типа экзортный, наверное, типа... Хуе. Пошел со страйка. Ну, там опять загул. Ну, это просто постоянно буду бивать марта. Я знаю. Нужно было как-то свапнуться, что ли там, что то есть. И я не знаю. Да нет. Вот. Селедку уже с блинком, то есть сейчас вообще проблема будет у всех. И доедать с блинком. И доедать с блинком. Нет, сейчас ребята просто могут идти и пушить, и просто и... все. Инвокер будет фармить и дефить, а все остальные будут пушить, и тяжело что-то будет сделать. Ну, они так же стоят. Снизу и все так же не дают марта. Что-то я, эта марта ушла на топ. Ну, это правильное решение, мне кажется. Хотя бы что-то. Да. И вот Мэн Панка пришла, но, по-моему, да. Вот, кстати, я бы в этой игре, возможно, купил бы самый нелюбимый тобою и там, но не... может быть не тобою, с кем-то разговариваю по поводу Владимира на таких героях, вот, на... Морти там, на Балтих Кантер, как раз сейчас тот случай, когда он был бы полезен. Все-таки четыре мили героя плюс. Да. Там Матальян. Жизнь какая-то. Скажем так. И потом, наверное, Баша, чтобы пытаться вывезать, да, там, инвокер, заход. Все. Я сделал то, что. Так. Да. Можно Владимир, но... Опять же. Посмотрим. Просто остальным как бы Кентавуру не нужен Владимир Панде, в принципе, можно, но не первым. Тайгер. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Мне Панде, конечно, нужен блинк. Но я бы все-таки, в общем, Панде бы купил Владимир. Потому что... В четвертом стопе, когда... После блинка. Я бы говорю, потому что сейчас... Да, просто... Ну... Когда на нее есть Вижн, постоянно ее будут пытаться убить там что-то. Все-таки... Улетит она. Ты думаешь, Владимир ей поможет? Ну да. В леса там где-то пробежаться может до женщины. Ну, Вэл, конечно, маленький, но не менее. Думаю, кто у меня, только у меня был бы Владимир. Нетворцы. Нетворцы. Ну, тут три героя... Ну да. Врываются в топ. Инвокер впереди всех. Затем Тайд. Затем... Свардар. График. Ну да, почти пять тысяч. Уже 15 минуте, да, в принципе. Прилично вообще. Да, прилично. Когда тут... Ничего на толком никаких заметок не было. Стоялись какие-то ликбопы. Вот как-то так. Но мы знаем, что это супер патч. Еще знаешь что? Возможно все. Я сейчас заметил такую тему за ними. Помнишь варды, которые стояли в начале игры? Да. Они поставили... Они их обновили, поставили оба варда туда же. Так, замес на мини. Ну это конечно была ошибка там уже... Ну конечно. Это уже. Таймак. Как-то я не понимаю. Он выпивает Скаймак. Тогда он не пошел. Когда там... Сликил был виноват. Сейчас ворвался на Тауэр. Да. Ну благо есть да тут конечно. Какая-то связь то есть. Хотя тут... Ну сейчас так то... Правильно решение конечно. Там нужно просто брать Тауэр и отойти. Тауэр и своп там. И вообще... Да какой... Им в принципе можно под апплифаем сходить и забрать Рошан. Там вообще никто ничего не скажет. Потому что там нету лвелов. Нету ни блинков. Ну Рошана, Рошана... Спорных изги. Там нет. Минус 10 армора. Форжи 2 там. Хилы. Можно в принципе. Не там просто можно... Да. Ну тут... Ну это там... Понятно что было. Юл стратегия. Он локер дал Юл и он умер сразу. Расскажу вам... Историю про Морд. История про Морд. Была Морд. И нет. Нет. Вся история. Ну парни пытаются запушить в ответ. Мид. Но... План то правильный. Но они я думаю что просто не смогут. Да. Сейчас просто будет сейв ТП и все. Сейв Тауэр ТП и все. Не ну видишь. Ну Вокер то все таки оказался... Боржовый. При этом аккуратный. Не понял там почему его. Но... Все таки я не знаю. Мне кажется. Мида с топом. Героя. Конечно. Очень много дает. Икс в быт. В первую очередь. Для этого. Угу. Угу. Ну тем не менее... Он в два раза практически обгоняет своего противника по миду. Панду. Ну три Тауэра конечно имеет значение. Ну вообще если посмотреть. Мортра даже 3400. У него 7200. Панда 4200. Ну Вокер так не имеет на самом деле прекрасный на этом минуту. Вообще да. Очень. То есть все у него здорово. Ну а если все таки форжи. То он наверное и лута лишний. Может как дизейбл использовать там. Не давать там кому-то драться. Марте там. Ну опять же она показывает. Что это показывает. Ну там пивную панду может кидать. А найти кто там что-то вообще. Ну нет. Я думаю что у них на пивную панду это фланг. Салис. То дать ревашь и забрать ее. Да. Подместить флеером и Салис. Ну это они видимо на Рошана. Ну они реально могут да. Они могут конечно. Ультилетки. Мне кажется вообще достаточно ранний Рошан. Просто ДПСа мало. Ты посмотри на этот ДПС. Ну да. Но все равно времени уходит достаточно много наверное. Такая. Опять же. Пускай враги к ним идут. Они сейчас сильнее. У них есть ревашь. Это типа байт. Можно даже так назвать. Ну да. Ничего страшного нету. Вот что. Ну вот смотри как они сейчас. Им на это потребовалось 20 секунд. Нет. Посмотри где стоит тайт. То есть сейчас если бы ребята прочитали бы это. Они могли бы дать что-то. Типа там смок или кентаура. И могли ее убить даже. Потому что тайт то был на базе. Ну прочитать это без смопхака трудно. Ну на самом деле. Я бы так не сказал. Но я не видел предысторию этого замеса. Поэтому. В общем. Не буду. Ничего горит по этому поводу. Селедка решил сразу же пойти в ЛКБ. Без ПТ даже. Такое. Ну это конечно спорное. Очень спорное решение. Все таки ПТ ему неплохо. Понимаешь. Ну он типа хочет просто бегать танить. И давать минус деф. А все остальное там. Ну хорошо. А чем. Зачем тогда Укрклаб. Который в стэше лучше чем ПТ. Который у тебя был. Ну там уже БКБ будет быстрее. Ну там уже БКБ будет быстрее. Ну там уже БКБ будет быстрее. Вот тоже вместе можно. По моему сильно много внимания. Одному. Ну это. Да. Внимания много. Но ничего это не изменит. Конечно. Есть еще много. Вот и Панда. Выкупился. Тепкнулся и отменил ТП. Крац. Бывает. Ну ни то ниже все равно много начинающих ребят. Да конечно. Что? Я сам знаю там. Парочку. Командка где там. У меня знакомые там. Братья моих друзей. 1500 ММ. Ну люди просто приходят по атлету поиграть. Посмотреть. Ну тебя здесь. Ой-ой-ой. Тут. Все. Лютый файт. Минусы все. Груная панда осталась с Аплод Гордоном. Можешь? Все это время нету Мартры. И... Непонятно вообще зачем мы тогда драками. Ну. Я же говорю вот это все. Это достатка опыта просто. Да. Мартра зноминатор. Ну. Тут уже. Графики говорят сами за себя. То есть. Один из тысяч. Голды. И. Получается. Восемь тысяч экспы. Да. Очень много. Очень много. Очень много. При том что очень много денег у Тайда. Радует. Тайд купит рефрешер в минуте так. Минута так через пять. Да. Двадцать пятая возьмет рефрешер. Я не знаю там. Они с одним реводжем. Да они без реводжа даже ничего не могут. Конечно. Хм. Там ЮУ это уже минус один сразу. От инвокера. Если он. Конечно. Через ЮУ хочется это делать. Но вот он. Мне кажется. После все таки. Я. Мой опыт. На минвокере. Мне подсказывает. Что с одиннадцатого лейла. Нужно начинать уже. Эээ. Я это просто. Представлял себе. Минвок. Мм? Да я это представлял себе. То что. Мы говорим. Будем презентировать. Ну. Ты тут больше помак. А в целом. Мои микро моменты. Как будто там. Смотреть. То что. Кто сыграл там. Позиционно. Правильно. Неправильно. А тут. Просто. Помнишь. Не понимаю. Эээ. Сусть тут. Никаких. Ни позиции. Ни ничего. Этого. Ну да. Тут. Идет. Тотальная. Доминация. Одной из команд. Да. Просто. Ребята. Издай. Им не нужны эти все позиции. Потому что они. Тут. Они просто сильнее. По. И. По. 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 ék. Пойтики. Так. Чем. Займается. Морртор Пармит. Моркаatte спросил. Мнойка победит. Сейчас в данном отвертском. showman. Blint. Вот сейчас. Вот что сейчас. Будут. Ребята. Здесь. Если они будут. Они будут. По. По. Вздесят. Да. Ну да. На самом деле, разницы, по-моему, нет. Ну, разницы нет совершенно. Может быть, там кто-то хочет, давайте я там вот это одно, так, более. Я тут ведь, ну, всё, это минус нофта. А вот, кстати, телепорт, ой, стан, возможно, зря был потрачен. Куда-то не туда, в общем, по-моему, пошла мантра. Да, она просто могла убежать вот так, по-моему, да? И зажать пиквы. Конечно. Там, бликнуться на своих хрипов по пути как-нибудь, там, что-то, что-то сделать, пойти туда. При том, что Тавр давал вижен, и видно было, куда она уходит. Да-да. Ошибочка какая-то. А, за что, она вода грянет? Ну, в общем, тайт. Тайт, тайт, тайт. Не так много ему осталось до второго ульта. Ну, опять же, у него там с манкой проблемы будут. Ну, если он прожмёт два раза. Ну да, если башмаки там между прожмёт, то да. И неужели они сейчас решат дефить? Ну, как бы, знаешь, я не знаю, что им вообще делать. Им дефить на хг. Ну, им надо либо дефить в пятер... А, ну вот, раз Мартрап пришла, то, видимо, сейчас будет какая-то бежонка. Да, наверное. Ну, вот это, в принципе, последний шанс, что-то делать. Если какие-то основные герои, можешь какие-то стрики небольшие там собрать. Да. У них есть два блинка, нужно прыгнуть. Имвокера у них не получится зафокусить, потому что у них там... Да, у него... Крест, ага. Да, и на них нападают пять уртайдов. Ой, 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 ой. Ну ты понял, да? Понятно. Уже ревэйдж, конечно, ребята, подставили. Да, просто ревэйдж в пятерых. Слышь? Не, ну здесь всё равно видно, что ребята... У них есть уртайдов, они ждут как-бы. Открывается там зелёдка, уртайд тоже. Что вы не думаете? Да. А у них просто плана какого не было. Им нужно было либо заходить на урте кентавра, пытаться искать этих дайдов, и сбивать как-то им даггеры, я не знаю. Либо просто не влезет от второго. Не получилось ни то, и ни то. Уокер где-то забирает только пакет. Да там форш был. Форш. Форш. Ну вот, как мы говорили, 24-ая минута, рефрешер у Тайда. И это... Уже, уже я не знаю, куда может быть сложнее игра для рейдин. Но сейчас она... Снанет ещё намного сложнее. Ну, если Тайд, то не... Это мне всегда мучили вопросы. Это, может, благодаря моей инфантильности. Знаешь, вот как... Что было бы, если бы у тебя был бы миллион? И меня всегда мучили вопрос. Вот, что было бы, если бы сейчас за рейдин, Снанет сделал бы выиграть как-нибудь. Дупого, а там надо что-то вроде Na'Vi. Они смогли бы переносить в эту катку? Как ты считаешь? Да, я думаю. Ну, тут, как сказать, тяжело. В общем, но... Я думаю, они бы, может быть, чё-нибудь залипли, попармили. Ну, я думаю, да. Они бы как-то пытались растягивать, дефить там. Стояли бы как-нибудь вот так там, за тавером. Да, в общем, что можно ещё сказать по поводу предыдущего файта? Они купили блинки. Блинк на панде, блинк на кентаврию. Стоял очень неудачно дазл. Можно было на него напасть и его сдуть просто сразу же. И разложиться, подрубить ульт и напасть. Вместо этого они с этим блинками стылили. Ну, это может... Да, хотя бы что-то. Но, опять же, дазл, они бы ворвались, у него прыгнул бы так же тает. Мы убили бы дазла, все остальные им будут... Ну, им хотя бы размены в этой ситуации по, там, по голде, по экспе важны. Потому что даже убить того дазл для них это... Ну, блин, хоть что-то. Они это замес проиграет в любом случае. Просто вопрос какой ценой. Ну, да. Нет, на самом деле, сейчас вот почему-то... Ребята, да, расслабили давление, я не знаю. Какая причина, но... По-моему, есть да, где пофармить? Так вот на карте вроде видно, что и пофармить вроде как можно. Можно попробовать гаймы. Я бы вот на месте радиана, чтобы пытался бы смотреть какие-то сейчас юзать, пытаться кого-то убивать. Фокусироваться на героев, конечно, со стриками. Так, а что у нас по стрикам? У нас два стрика таких приличных у инвокера. Да, два приличных стрика. Ну, тогда тяжело забрать. Ну, инвокера еще сложнее с форсом, с юлом и с инвизом. Ну, да. Ну, он хотя бы помягче. То есть, если у него дать стан какого-нибудь кентавра, то его можно даже за этот стан. Да, я смарт-рап. В общем, еще... Мне кажется, такой момент. Они ждут Рошана. Они прям вот вообще на Верочка. Вот, пошел смог. А, дайв. Сельдерей подрубает. Прямо в лоб. Прямо науверенно бежит и... Ой-ой-ой. Ну, немножко ошибся, но... Хорошо, инвокер тут поймал. Я думаю, сейчас будет Роеваш. Ой-ой-ой, давай, Роеваш. Сейчас пойдет кирпич. Все дело. Посчитает. Ну, просто ребята разваливаются, конечно. Ну, тымов очень мало. Вот, да, и Дача смогла забрать Мартани в Горозе. Удачи. Да, Мортрет уже здесь. Вот чего не святит, атаков нет. Я думаю, тут пора взять БГ. Показать итоги боя. 4 тысячи, да. 4 тысячи голды и 5 тысячи всплывая. Не, ну тут Титима, конечно, очень нравится. Да, да, да. Просадка по вещам, вообще огромная. Катастрофическая, да. Здесь тут просто... Ребята имеют все, то есть, здесь есть и даггер, два даггера, БКП, тут есть ревешер. Там куча всяких форсов юлов этих. На инвокере. Мека есть на дазли. Не понял, почему купили две урны, но тут важно. И Скаймак, смотри, сразу пытается купить текст. Все просто. Ну да. Не, я к тому, что, ну, доминируешь, доминирую. Ну да, ты посмотри, там у Дазла и у Скаймака, на то есть больше, чем у Панды. Ну, это все, Тавэра, Тавэра и Овнин. Так, появился Рошан, я думаю, они сейчас заберут Рошан, они закончат эту игру. Так, просто, естественно, при Рошан, никто его не пойдет, а если пойдет, то... Да, конечно. Тут просто они сейчас... Не Игорек летит, видишь? Да не, какая она за делька? Андрей пишет, ну как здесь? Две минуты, по-моему. На стриме две минуты, до ТАВ, не помню. Да, ну, в общем, сейчас, я думаю, будет финальный пуш. Да. А как ты думаешь, 6-слотовая Мартра перевернула бы здесь? Думаешь, что да. Нет, здесь смысл, во всем, ребята, надо по ритмам, таких как бы, ну тут, по удару, по удару, реально, каждому. Всякиекие саппорты, хилы, инвокеры, они же ничего не могут. Марта с БКБ, конечно, для всех, ну, вон. 6-слотов, где же они? 6-слотов. Ну, вон, посмотри, все 6 заняты. На самом деле, почему-то... Ну да, все 6 заняты. Что-то, мне кажется, что здесь, на самом деле, немного надо итемов, чтобы можно его переворачивать, потому что... Ну, как ты перевернешь с двумя реведжами? Блин, ну я не знаю. Ну, это да, это да. Ну, типа там какие-то БКБ, не знаю, там как-то, может, развести там нарывы, как-то ганнуть его, ну, команда 5, не знаю, что вообще делать. Конечно, здесь онли, команда 5, они сейчас идут как танки, не знаю, на Берлин. Все, ничего. Я вообще не представляю, что тут можно сделать в такой ситуации. То есть, ну, вообще, очень тяжелая ситуация. Панда тоже без... Не, что меня радует, в принципе, я бы, конечно, ГГ уже написал, но так-то ребята вроде бы стараются, что-то на флату, пипчиков толпает. Ну, конечно, у них графики просто стоят на месте в то время как у... Точнее, не графики стоят на месте, а графики по другую сторону команды Dire, потому что у них сплей и голды никто не получает из команды Hellfire. Мне кажется, Веник Заря так далеко ставит свои варбит, надо было бы сольего Ставра ставить, что тяжелее его подзревать. Чтоб хотя бы ребята немного дайвили, да, уже? Ну, конечно. Ну, опять же, просто убить. Вот Аллахрити на селедку, мне кажется, тоже не самый классный план, потому что он без спекта. Я думаю, что он бы на себя бы вешал. Конечно. Блокер сейчас намного больше намажен, чем... Вообще, по идее, надо первым нападать, нужно нападать кентавру и нужно нападать панди на... там Айегас, не знаю, на Дазла, на Скаймагаз, ну, хоть на кого-то что-то вообще. Первым начинать, потому что они сейчас продадут бараки. Чего, тяжело же это сделать, конечно, здесь. Очень тяжело, вообще. Даггер, конечно, там, почему-то, 4 мили героя, которые даже тысячку дать не могут. Они подойдут, там даггер сразу и все. Не ревач. 2. Да, вот в чем минус, не реверою. То есть, тоже непонятно, они не дефят и не сдаются. Ну да. Но они, может, тут какого-то момента вот фейлок вот так взять. Ну, мне кажется, единственный фейл, который может случиться, если у них у всех пятерых выключат интернет. И то они их автоатакой может забьют. Может, возможно, забьют. фейлок фейлок тут уже смеяться, конечно, не выжил. Факты. Нет, просто логика. Здесь смог, тут ребята отсутствуют. Хотят как-то убить. О, это же тот самый крутой смог вообще. Мы как бы типа ушли, но не все так просто. Драка. О, какая-то драка. Давай-ка посмотрим за морд. Так, мордред что-то придумывает. Там пассажир. Да. Ну, кстати, смотри, в принципе, вообще они... Подравились они? Для них очень хорошо они подравились. Конечно, они хорошо подравились. Проблема в том, что у них нет двух сторон. Ой, все меня. Ты считаешь, что это не проблема? Это проблема. Я думаю, конкретно помню, потому что ребята хотя бы что-то делают. конечно, не вопросом. И реально, что-то делают. Мордред выкупил, смотри, с блэкин баром. Ну, здесь, ты что, много, сэпи, ой, непонятный, простап, не менее, такой. Давай, стики. Стики, поехали. Хорошо. Морда-то нарезает, нарезает. Давай-давай. Ой-ой, кирич на руке. Кирпич, да. Все, давай. Не, ну, сейчас, конечно, заберут, истриг, кстати, большой. Сейчас они бы засейвили, отдали бы панде. Пробовали отдать панде. Здесь еще его забрать-то. Ну да. Зинвиз там буквально кд. О-о-о-о. Отлично. Тысячу получил. Так, ну, панда имеет, собственно, аганим. На пень сел, касай, ну. Тысячу поднял просто за место. Просто аганим у него в кармане лежит. Кстати, да. Ну, ты бы купил на его месте аганим? Ну, я бы, бы нет. Почему? Ты думаешь, полезнее есть? Да, я бы купил бы либо БКБ, либо Владимир и Кирасу, что-нибудь таком. Не, я бы просто говорил своим ребятам, ребята, нажмите ульт, я буду сейчас прыгать и сразу раскладываться. То есть, нужно было, как бы, полу забатить на Кентавра, а потом, чтобы Санец не попал точечный, а тут, ну, не сбивает. Ладно, раз мы с тобой такая у нас диванная аналитика, как ты думаешь, если бы сейчас было две стороны, они бы могли закомпачить здесь? Да, наверное, нет, просто, ну, если брать теорию, конечно, могли, но, тут делаем не только в теории. Просто ребята, команда играет посильнее. То есть, с самого начала было странно, наблюдать эти все, в общем, мы на миде, да, да, вот эти вот какие-то ганги, вчетвером там, пятером что-то. Это просто потеря денег. Даже если бы этот, Фёсблат, забрала бы Мортра, они бы там были в пятером, это было вообще не... Да, он бы заработал 400 голды, остальные бы никто ничего не заработал. Ну, ребята, убили бы там по три крипа, и уже бы пить парни. Конечно. А там бы не по три, там, три это, в смысле, четыре это только пачка, а там, даже не одна была бы. Пачка. Ну, то есть, такое. Ага, Скадин, вот, мне кажется, лучше бы он сразу купил МКБ, а не Скадин. Его дело. Если он собрался дамажить с руки. Либо Хекс. Ты не знаешь за механику, я вот что-то как-то не помню. В Хексе, Блюр работает, в Мортрей. Да, нет. А, ну, тогда Хекс. так что тут как бы... Скади, по-моему, вообще никуда и не сюда. Ну, вообще, и честно, я ненавижу Экер Скади, я столько игр за него проиграл. Помнишь, как проиграли ма Скади? Да, конечно. Когда я на Хуреоне с 600 тайминг продал что-то и купил себе Скади проиграл. Да, что бы быть, чтобы чувствовался киплей. То есть, там задумка, типа, какой-то полубайт на инвокер, да, там, с краевом и с последующим заходом дать кантер. На самом деле, в самом деле, в самом деле, статегия на ботов. Инвокер, инвокер. Сам, мне кажется, зря он так сдал. Тардар прошел, заходы, заходы. Такая, ладно, одного убить, ага, байбэк. Блин, ребят, ну сейчас-то, конечно, нужно нападать, что вы. Вот, конец. Вот этого я ждал давным-давно. Давай, пикмай, панды, что ли? Бокер вот открывает пуски эти два рыва. Разложился панды. Еще будет достаточно долго, как раз. Ну, как сказать? Заглазим. А у него какие-либо там вообще панды, я понимаю. Агоним он купился все-таки. Агоним, да. Гуд кейм. Все, закончилась эта игра. Победили ребята из коричневой нефти. Разбавляем, проходят дальше. Ребята из Half Fire играют. Вот. А ребята из Half Fire наверное готовятся к следующему турниру. который будет все третьим летом. Да, все третьим летом. Все, давайте тогда скорее всего до завтра. Всем пока. Александр, тебе отдельное спасибо за то, что ты помог мне в этом деле. Спасибо. Все, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok